В начале года был запущен проект «Общественный бюджет». Благодаря ему одесситы могут предлагать свои идеи по улучшению Одессы. Самые полезные, по мнению одесситов, будут реализованы и для этого даже предусмотрены деньги в городском бюджете. Единственное условие – стоимость проекта не должна превышать 5 миллионов гривен. Активные одесситы, те, которые сегодня хотят участвовать в благоустройстве города, в тех процессах наведения порядка города, которые происходят, им предоставлена возможность не просто критиковать и фантазировать, а действительно заняться и быть активными не на словах, а на деле. В результате за 45 дней было подано 256 проектов на сумму более 630 миллионов гривен. Это при том, что выделено всего 100. Решать, каким из проектов суждено воплотиться в жизнь, будут также одесситы путем онлайн-голосования. Вот правда, не все проекты попадут на общественный суд. Часть из них будет отсеяна. Отбор разумных предложений ляжет на плечи Департамента экономического развития и специальной комиссии, состоящей из чиновников, депутатов и представителей общественности. Сегодня рассматривались первые 32 проекта. И в большинстве своем они были посвящены вопросам медицины и развития спорта. Есть очень много разных проектов, которые поступили. Они просто еще пока не обработаны, видимо. Поэтому ни мы пока их еще не увидели, ни вы их сегодня не услышите. Однако это не значит, что их нет. Для того, чтобы, как и у меня, и у вас при чтении этих проектов, не возникал вопрос, что как одноформатно все идет, то, видимо, следующие проекты будут уже в следующей папке, которую мы с вами вместе будем слышать и обсуждать. Но среди рассмотренных сегодня проектов были и очень амбициозные. К примеру, перенос Одесского порта за черту города и обустройство его нынешней территории. Поддержки среди комиссии это предложение не нашло, хоть это и мировая практика. Но эти проекты национального масштаба. Поэтому комиссия проект отклонила. Но это вовсе не значит, что на нем поставлен крест. Мы как раз предложили авторам, чтобы они свой проект модифицировали в программу или по современным языком мастер-план для города. То есть это какая-то будет городская программа, поэтапно определяющая, как мы к этому этапу подойдем. Это изменение и в генплан, это и решение каких-то инфраструктурных проектов. Количество поданных проектов подтверждает, одесситы давно хотели получить возможность распоряжаться хотя бы частью городского бюджета. Ведь обычным гражданам виднее, что нужно городу. Посмотрим, как они с этим справятся.